Вашингтон-Пекин рестарт. Страны эти начинают новый этап в отношениях, куда более близких и доверительных, чем раньше. Против кого будут дружить, о чем договорился Дональд Трамп, а о чем не смог. Дмитрий Анопченко выяснял детали. В этом зале первые лица американского бизнеса. Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, Голдман Сакс, озвучивая название их компаний, словно верхушку рейтингов журнала Форбс, оглашают. В рамках визита Трампа они заключили торговые соглашения на 280 миллиардов долларов. Закупки сланцевого и природного газа, машины, самолетов, один только Боинг, 300 авиалайнеров в Китай продал на 37 миллиардов. И если есть что-то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего, так это продавать. За 8 лет президентства Обамы между Китаем и Соединенными Штатами накопился просто чудовищный торговый дисбаланс. Практически все, что продается сейчас в Америке, содержит надпись Made in China. Трампу удалось переломить эту тенденцию, договориться об обратном, пролоббировать возможности для американского бизнеса. Вот только политика, к сожалению, продается в Китае намного хуже. Выйдя к прессе с заявлениями по итогам своих встреч, лидеры стран рассыпались в комплиментах друг другу и не жалели громких слов. Ну, и визит исторический, и переговоры конструктивные и позитивные. Отношения Китая и США сейчас на новой стартовой точке, и для нас единственным верным выбором остается кооперация. Китай легко и быстро может решить корейскую проблему. Я призываю Китая и вашего великого президента усердно работать над этим. Я знаю одну вещь о вашем президенте. Если он серьезно работает над чем-то, это будет выполнено. Никаких сомнений. Ну вот, новостей в их словах, по сути, не было. То ли осторожный Пекин действительно не дал никаких обещаний по поводу КНДР, то ли договоренности есть, но они не публичные, кулуарные. В любом случае, на камеру, на публику никакой конкретики. Давить на КНДР вместе со Штатами и Китаем Трамп призывает теперь весь мир. В том числе отдельно упомянул Россию. О корейской проблеме он, возможно, поговорит теперь с Путиным. В Кремле сегодня проанонсировали их встречу, которая должна состояться 10 ноября на саммите ОТЭС. Но госсекретарь США Тиллерсон заявляет, решения об этих переговорах пока нет. Может и встретятся, если будет, что обсудить по существу, но вопрос пока открыт. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.